с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 3 августа день арбуза арбуз как известно один из самых непонятных продуктов на нашем столе многие с до сих пор спорят это плод ягоды или что-то другое ну на самом деле как говорят некоторые веселые специалисты это тыквина дело в том что он принадлежит к семейству тыквенных но конечно же ягода по заявлениям археологов родина арбуза считается южная африка откуда он распространился по всему свету в нашей стране арбузы появились примерно в 11 12 веке так что не так давно сейчас это бахчевая культура возделывается повсеместно и кстати больше всего в китае в россии чрезвычайно хороши сладки и сочны астраханские ростовские ставропольские краснодарские арбузы у родившихся в этот день 1910 год в этот мир приходит васслав дворжецкий российский актер известный по фильмам щит и меч угрюм река тегеран 43 забытая мелодия для флейты 1927 год родился олесь александр михалыч адамович белорусский писатель партизаны хатынская повесть каратели лауреат госпремии белорусской сср лауреат литературной премии министерства обороны ссср в 1958 году родился александр невзоров советский российский журналист репортер телеведущий и публицист а в 1965 году сергей чунишвили актер театра кино диктор мастер озвучивания фильмов и программ заслуженный артист россии теперь о некоторых событиях этого дня 1492 год из испанского порта палос под руководством христофора колумба давно вынашивавшего проект открытия кратчайшего пути из европы в азию через атлантический океан ушли в плавание три малых корабля нинья пинта и санта мария выстояв свой проект на совете математика в лиссабоне получив отказ колумб уезжает в испанию где его идеи заинтересовали самого короля фердинанда и королеву изабеллу колумба назначают адмиралом и вице-королем всех земель которые он откроет в этих морях океанах с правом удерживать свою пользу десятую часть всех доходов от них хочешь не хочешь а нужно открывать 1527 год написано первое письмо кстати дошедшие до нынешнего времени из северной америки капитан дж.рут написал английскому королю генриху восьмому об островах лабрадор и ньюфаундленд 1596 год немецкий астроном давид фабрициус открывает новую звезду созвездие кита он следит за ней со всей тщательностью как вдруг она исчезает фабрициус обнаружил ее снова только в 1609 году то бишь через 13 лет так и открыто официально зафиксирована первая переменная звезда то есть звезда которая меняет свой блеск 1929 год от перона ярославского вокзала отходит первая электричка трехвагонный электропоезд двигается по маршруту москва-мытищи где на вагонно-строительном заводе был сделан первый советский электропоезд год 1943 на оккупированной фашистами территории ссср начинается партизанская операция под названием рельсовая война в ночь на 3 августа 67 партизанских отрядов наносят одновременный удар по коммуникациям противника положив начало одной из крупнейших операций в тылу врага которая продолжалась целых полтора месяца действия партизан развернулись на огромной территории протяженностью тысяч километров по фронту и 750 километров в глубину в операции принимают участие почти 100 тысяч человек в этот же день сша основывается национальная баскетбольная ассоциация да да нба она образована слиянием баскетбольной ассоциации америки и национальной лиги входит в четверку главных профессиональных спортивных лиг северной америки наряду с нхл млб и нфл была основана как баскетбольная ассоциация америки 1959 год под девизом за гуманизм киноискусства за мир и дружбу между народами открывается первый московский международный кинофестиваль идея рождена еще в 30-е годы когда в 35-м была предпринята удачная попытка организации такого кинофорума но продолжение не последовало только во времена так называемый оттепели начинается новая история кинофестиваля большого приза тогда был достоин фильм сергея бондарчука судьба человека в 1972 московские международные входят в группу фестиваля класса а наряду с каннским берлинским венецианским а с 1999 московский фестиваль стал ежегодным в разные годы столицу нашей родины посещали мировые звезды федерико феллини джульетта мазина жан море софи лорен элизабет тейлор моника вити и другие 1993 год четырехлетняя американка сидни дитман становится самым юным в истории человеком который получает патент ее изобретение называется помощь для хватания круглой дверной ручки 1999 год специально арбитражная комиссия принимает постановление о выплатить 16 миллионов долларов родственникам абрахама запрудера который снял знаменитый любительский фильм который в свою очередь запечатлел гибель 35 президента сша джона кеннеди первоначально наследники запрудера добивались выплаты 30 миллионов долларов с разрешения наследников фильм находится в национальном архиве страны но еще одно событие более подробно 1980 год столице в москве закрываются 22 олимпийские игры которые проходили с 19 июля по 3 августа это первые в истории соревнования такого уровня на территории восточной европы а также первые олимпийские игры которые были проведены в социалистической стране игры известны тем что более 50 стран бойкотировали олимпиаду в связи с водом в 1979 году советских войск в афганистан некоторые спортсмены из стран бойкотировавших игры все же приехали в москву и выступали как это обычно водится под олимпийским флагом талисманом же московской олимпиады становится олимпийский мишка соревнования проводились по 21 олимпийскому виду спорта было разыграно 203 комплекта наград ну а всего в московской олимпиаде принимали участие 5217 спортсменов из 80 стран сборная ссср завоевала 195 медали 80 золотых 69 серебряных и 46 бронзовых ну а изюминкой торжественного закрытия игр олимпиады стал образ того самого мишки который ухватившись за разноцветные воздушные шары под песню композитора пахмутова и поэта добронравого до свидания москва до свидания улетел он помахал на прощание лапой и стал медленно подниматься над стадионом до тех пор пока не исчез в ночном московском небе кстати упал мишка в подмосковье в лесу оболочка его при этом порвалась оказывается изначально было сделано два экземпляра медведя ну для подстраховки не летавшего мишку олимпийский комитет выставлял даже на обозрение на в днх и немцы хотели его купить причем за приличные деньги но им было отвечено что талисман не продается так и истлел он где-то на складе ведь срок службы прорезиненные хлопчатобумажной ткани даже при идеальном хранении не более 20 лет а ведь обещал вернуться тем более что 22 летние олимпийские игры в москве многие называют последними романтическими олимпийскими играми с вами был николай пивненко в проекте дата